компьютерные ошибки опять опять с вами и в этом видео мы рассмотрим как восстановить работоспособность операционной системой windows 10 ведь многим пользователям нужно восстановить операционную систему потому что она не загружается какие-либо ошибки возникает загрузиться в этот в эти самые параметры восстановления где они смогут выполнить какие-либо шаги для восстановления для этих задач что попасть в эти самые параметры восстановления системы вы можете использовать какую-либо флешку с windows 10 используйте загрузочную флешку с windows 10 как у меня вот загрузочная флешка с десяткой эту флешку подключаем к нашему компьютеру разъеме usb если у вас есть здесь можете диск подключить в дисковод с windows 10 теперь включаем наш компьютер переходим bios выбираем вкладку boot и здесь у нас выбираем первым загрузочным устройством нашу флешку ваша флешка может быть в режиме у и фай или в режиме обычной флешки вот у меня и у и фай и просто юсб флеш создан в режиме у и фай я выбираю его если у вас обычная загрузочная флешка windows есть можете попробовать его выбрать нам самое главное загрузиться загрузиться с этой самой флешки с windows 10 устанавливать операционную систему мы ни в коем случае не будем обязательно если у вас есть параметр security отключите вкладку security boot для загрузки с флешка потому что может не загрузиться если не получается в режиме у и фай загрузиться пробуйте в режиме и лего си загрузиться переставьте свои фай режима в лего си режим тивируйте launch csm и попробуйте так загрузиться я сохраняю параметры в некоторых случаях можно попробовать клавишу f11 у меня клавиша f11 отвечает за бут меню вам нужно загрузиться в бут меню у вас может быть клавиша совсем другая может быть клавиша f12 или клавиша f9 тоже может быть пробуйте может быть совсем другие клавиши здесь я выбираю у и фай флешку если не не загружается суевая загрузочной флешки попробуйте обычную избив флешку грузимся вот сам это окошко где мы устанавливаем windows 10 но установку выполнять мы не будем нам нужно зажать клавишу shift плюс f10 зажав клавишу shift f10 вы запускаете командную строку можете нажать левый shift и f10 таким способом или просто shift f10 давайте нажмем я кликнул сначала shift удерживал и клавишу f10 в итоге таким образом я вызвал командную строку здесь я могу прописать команды для восстановления загрузчика если у вас проблемы с запуском операционной системы windows то используйте командную строку помогает в большинстве случаев восстановить работоспособность операционной системы можно в командную строку добраться другим путем нас интересуют дополнительные параметры восстановления или дополнительные варианты восстановления системы для этого нам нужно кликнуть просто далее здесь у нас есть такой пункт как восстановление системы выбираем этот пункт и просто нажимаем и вот на те самые параметры как выбор действия здесь у нас собраны варианты восстановление загрузки можете попытаться этими способами восстановить загрузочную запись или может быть даже войти безопасно режим первый пункт это просто загружать windows 10 использовать устройство здесь вы можете загрузочное устройство использовать если у вас есть какой-либо носитель еще допустим какой-либо реаниматор может быть его диск или флешка можете здесь его выбрать просто и загрузиться у меня флешка вот с вашей загружается значит имели избею избе вот и жесткий диск таким вот способом кликаем назад здесь у нас есть следующий параметр как поиски и устранения неисправности и выключение компьютера здесь у нас завершает работу нашего пока мы выбираем поиски устранения неисправность а появилась пункт дополнительные параметры восстановление при загрузке вы восстанавливаете загрузочную запись можно попробовать этот параметр если у вас какие либо проблемы с запуском windows 10 автоматически попытается сам восстановить файлы загрузочной записи и может это помочь а может и нет но попытаться все же стоит командная строка в командной строке вы вводите самые команды мы уже запускали эти самые командную с командную строку с помощью клавиши shift f10 можно отсюда запустить командную строку далее у нас есть следующий пункт это у нас удалить обновление здесь здесь вы удаляете последнее исправление или последнее обновление компонент проблема возникает с обновлениями системы то попробуйте удалить этот способ может помочь запуску операционной системы следующий пункт это восстановление с windows с помощью контрольных точек ваша операционная система windows 10 при установке каких-либо программ или при установке обновления системы создает контрольные точки восстановления windows поэтому контрольные точки ни в коем случае не выключаем если что-либо случится с вашей операционной системы то пробуйте вернуться на более раннюю точку системы это более ранее дата может быть вчерашний контроль точка или может быть на неделю раньше попытайтесь таким образом восстановить работоспособность системы при этом все ваши важные данные не будут удалены с рабочего стола восстановление образа системы здесь вы восстанавливаете windows с помощью файла образа системы если у вас есть заранее вы создали копию вашей системы ведь windows 10 умеет сама создавать образ windows 10 поэтому можно с помощью встроенного утилиты как в основном создание копии windows попробовать восстановить из этого образа заранее позаботьтесь о сохранности важных данных потому что все будет удалено с локального диска c будет windows как бы переустановлена но с вашими программами когда вы создавали этот самый образ системы что плохо при загрузке с флешки у вас нету как раз параметры загрузки это отвечает за безопасно режим ведь многим пользователям нужно попасть безопасно режим где запускается минимальный набор программного обеспечения а также драйверов и из него из безопасного режима можно удалить какую-либо программу которая вызывает синий экран смерти удалите обновление системы который вызывает ошибку отсюда невозможно вернуть компьютер в исходное состояние многим пользователям допустим нужно и хотят они вернуть компьютер в исходное состояние с полным сбросом системы до заводских давайте выключим наш компьютер и попытаемся загрузиться уже попытаемся загрузиться из самой операционной системы сейчас давайте мы просто включим наш пк при запуске компьютера когда у нас здесь логотип логотип запуска windows 10 нам нужно принудительно принудительно просто завершить работу пк вот я завершил работу компьютера теперь заново включаю нам нужно как раз эти самые автоматическое восстановление запустите чтобы восстановить работоспособность у с ведь windows 10 все равно не грузится вот у нас запускается windows 10 еще раз пробуем выключить наш пк с кнопки можно с розетки прям выдергивать вот я второй раз завершил работу и теперь после завершения работы заново включаю подготовка автоматического восстановления вот мы вызвали тот самый параметр который как раз отвечает за восстановление системы если мы загрузимся вот таким способом без загрузочной флешки у нас есть больше будет больше пунктов для вариантов восстановления допустим это у нас сразу же учетную запись требует с помощью восстановления вы должны помнить свой пароль у меня без пароля просто админ выбираем пароль я указываю пустым потому что пароля нету появилась окошко диагностика компьютером и у нас появилось такое окошко как автоматическое восстановление компьютер запущен некоррект действительно мы выключили пк при включении и таким образом эти самые параметры мы вызвали здесь мы можем перезагрузить компьютер но это ни в коем случае мы не делаем выбираем дополнительные параметры после того как мы запустили дополнительные параметры здесь у нас можно продолжить использование windows 10 использовать устройство допустим у вас есть какой-либо носителе еще можете отсюда прям загрузиться поиск и устранение неисправности и выключение компьютера поиски и устранения те самые параметры которые не которые не были когда мы загружались с флешке диагностика можно отсюда вернуть компьютер в исходное состояние тот самый параметр которая нам нужен допустим если вы хотите вы выполнить полный сброс windows 10 дополнительные параметры здесь вы как раз тот параметр которого нету это параметры загрузки этот параметр не было когда мы загружались флешки можно отсюда войти в безопасный режим остальные параметры нам уже знакомы еще может присутствовать как параметры встроенного по uef и вы windows устанавливали в режиме uefi можно из дополнительных параметров загрузиться в bios очень удобная вещь который помогает если у вас невозможно загрузиться bios но если нам нужно войти безопасный режим то параметры загрузка выбираем и перезагрузить в работе компьютер что-либо возникает в первую очередь мы конечно пытаемся войти в безопасный режим мы можем загрузиться клавиши f4 f5 или f6 4 5 6 пункт отвечает за безопасный режим здесь можно выполнить и другие пункты допустим отключить обязательно проверку подписи драйверов если у вас без цифровой подписи какие-либо драйвера также можно отключить ранее запуск антивредоносной защиты отключить автоматически перезапуск после сбоя а также можете в 10 нажать и вернуться в те самые дополнительные параметры мы выбираем клавишу f4 на клавиатуре четвертый пункт как раз есть используйте клавиши с цифрами от f1 до f9 я кликаю просто клавишу f4 может работать клавиша если у вас ноутбук fn плюс f4 я просто f4 нажимаю отсюда же прям и восстановить работоспособность операционной системы допустим и Продолжение следует...